Тем временем казахстанцы стали чаще страховать имущества. Только за прошлый год в республике заключили больше 350 тысяч таких договоров. Это в разы больше по сравнению с показателями прошлых лет. Почему рынок страхования активизировался и как получить гарантированные выплаты, разбиралась Айсулу Махмутова. Свой первый автомобиль салона останчанка Асель Байбулат приобрела летом прошлого года в кредит за 13 миллионов тенге. В 550 тысяч обошелся страховой полис. Правда, когда девушка попала в серьезное ДТП, добиваться выплаты денежных средств от компании пришлось довольно долго. Мне приходилось просто изучать, спрашивать все время. Подскажите, а люди не знают. Люди что делают? Люди просто соглашаются на 100 тысяч тенге, на 500 тысяч тенге. То есть ущерб там может составлять 5 миллионов. Страховая компания выплачивает, сколько она считает нужным, потому что никто не читает договор. Никто не вникает в это. Я просто не могу понять смысл вообще страхования, если ты не застрахован. То есть тебя вот так вот оставят. Это просто мне повезло, понимаете? А на самом деле тебя просто вот оставят, ну и как бы все. Благодаря своему упорству спустя несколько месяцев Останчанке удалось получить от страховой компании полную сумму ущерба. Но так случается не со всеми потребителями услуг, которые становятся участниками ДТП. Зачастую из-за низкого уровня юридической грамотности владельцы авто вынуждены соглашаться с заключениями агентов и получать минимальные выплаты. В таких ситуациях специалисты рекомендуют обращаться за помощью к страховому омбудсману. С этого года подобное досудебное урегулирование сделали обязательным. В прошлом году было рассмотрено 2802 дела. Из них положительно было рассмотрено 2559 или 91,3%. Отказано или прекращено 243 дела. В этом году за неполные пять месяцев было рассмотрено уже 2679 дел. Из них положительно 2416, то есть было вынесено частичное или полностью удовлетворенное заявление. То есть 92% из всех поступивших дел. То есть мы видим, что в этом году количество дел значительно увеличилось. И, наверное, оно будет где-то раза в три больше, чем в прошлом году. В 90% случаев за помощью к юристам обращаются автовладельцы, не согласные с подсчетами страховых компаний. В основном ситуация характерна для тех, кто приобрел обязательную страховку, без которой запрещено ездить за рулем. Но порой минимальные выплаты начисляют и клиентам, отдавшим большие деньги за добровольное автострахование. Здесь специалисты рекомендуют выбирать надежных агентов, а после тщательно изучать договор. Здесь нужно подходить все-таки взвешенно в плане того, изучать договор, смотреть договор, смотреть какие условия договора. То есть, допустим, если проверить в случае угона машины, какие должны быть документы имущества у самого выгодоприобретателя. Потому что во многих договорах страхования при угоне требуется, чтобы на руках у заявителя было два комплекта ключей, два комплекта пилков от сигнализации и сами документы на автотранспорт. Люди надо к этому относиться не совсем как бы добросовестно, в том плане невнимательно. И бывает просто потеряет ключ, а в договоре написано должно быть два ключа. В этой ситуации страховая компания отказывает. Страховые услуги в Казахстане сегодня предоставляют 25 компаний. Количество их клиентов, согласно статистике, с каждым годом увеличивается. Специалисты связывают это с цифровизацией сферы. За последние годы наблюдается рост таки договоров имущественного страхования и страхования жизни. За 2023 год было заключено порядком 357 тысяч договоров по имущественному страхованию. Если смотреть по состоянию на 1 января 2024 года, по имущественному страхованию было застраховано 91,7 миллионов объектов. По итогам прошлого года чистая прибыль страховых компаний составила больше 180 миллиардов тенге, что на 33% больше показателей 2022. Айсул Махмутова, Мирей Талаб, 24 КИЗ.